Уважаемые коллеги, за окном лежит снег, мороз, но как раз самое время именно сейчас поговорить о весеннем уходе за поселами зимы культуры. Это может немножко показаться странным, но если мы сейчас рассмотрим все возможные варианты, у нас будет четкий план действий на весной. Нам не придется весной, когда придет время по любым работам, импровизировать. Мы сможем действовать по четко намеченному плану. В данной презентации мы коснемся стадии развития зимы культуры в зависимости от суммы положительных температур. Разберемся, что же такое время возобновления легитации, на что оно влияет, и как нам правильно построить систему защиты и спланировать подкормки в зависимости от времени возобновления легитации и стадии развития посева. Для того, чтобы перейти на ту умную стадию развития растениям пшеницы, необходимо набрать определенную сумму положительных температур выше нуля градусов. Для того, чтобы появился проросток длиной полтора сантиметра, пшенице необходимо набрать 70 градусов положительных температур. Для того, чтобы появился первый развернутый листочек, 150 градусов. Для того, чтобы появилось три листочка и первый побег кущения появился, вот он, 250 градусов необходимым. И для того, чтобы пшеница ушла в зиму хорошо распустившаяся, имела от двух, трех до пяти побегов, необходимо 560 градусов положительных температур. На этом графике представлена сумма положительных температур за осень 2016 года. То есть, если бы мы получили всходы, допустим, Альдимой в первой декаде сентября, она бы набрала до прекращения вегетации от 600 градусов до 800 градусов, в зависимости от области. Необходимо отметить, что в Харьковской области вегетация прекратилась в первой декаде ноября. А в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях во второй декаде ноября. Но рассматривать только температуры без режима увлажнения было бы неправильно. Давайте сюда добавим осадки. Что мы видим? Первая декада сентября была сухой, и всходов здесь получено не было. Во второй декаде сентября интенсивные осадки прошли во всех областях, кроме Харьковской. Но для Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей эти сроки посева были ранними. Плюс еще была масса неубранного подсолнечника, поэтому никто в это время не селил. Если мы посмотрим на сумму положительных температур, вот тот период, когда пшеница еще могла распуститься. Что мы видим? Здесь Харьков сходы не получил, Донецк, Днепропетровск не сеял, в Луганске прошли осадки. Вот север Луганска начал сеять. В третьей декаде сентября осадки были интенсивные только в Луганской области. А в остальных областях они прошли в первой декаде октября. И соответственно, хороших распустившихся посевов больше всего в Луганской области. То есть порядка 50% от площади посева. В остальных областях эта цифра колеблется в пределах от 30 до 36%. И в среднем по региону 36%. Вот так выглядели эти посевы перед уходом в зиму. Осадки, прошедшие в первой декаде октября, позволили во второй декаде октября появиться всходом. Эти посевы набрали 240-150 градусов. То есть ушли в зиму в фазе трех листочков или одного листочка. И, в общем-то, по всем областям, кроме Луганской, процент таких посевов будет наибольшим. Их будет от 41 до 49%. Вот внешний вид поля, где пшеница ушла в зиму на стадии 13, имея три листочка. Вот пшеница ушла на стадии одного листочка развернутого. Значит, если пшеница была посеяна после второй декады октября, то до конца прекращения вегетации такие посевы набрали всего от 140 до 70 градусов. То есть вот площадь этих посевов. В этом году таких посевов немного, но удивляет то, что очень много их в Харьковской области. То есть там, где сроки посева, по идее, должны быть самыми ранними. Но из-за отсутствия осадков в сентябре, то есть люди, помня положительный опыт прошлого года, люди рисковались и ели позже. Вот так вот выглядят эти растения. То есть кое-где появились только проростки, кое-где проростки в почве, кое-где начали уже выходить на поверхность. Калеоптере показалось, но с ходом полноценных мы так и не получили. Вот такие растения. Также присутствует достаточно большое количество смежанных, так называемых, посевов, где мы имеем неравномерное развитие растений. В силу того, что осадки выпадали неравномерно, где-то намочили, растения зацепились за влагу, зашли, основная часть зашла позже. На таких полях есть растения, как в фазе одного листочка, так и хорошо распустившиеся растения. Таких посевов довольно много. В целом по региону их порядка 300 тысяч. Очень много их в Донецкой области, в Запорожской области, в Днепропетровской области. И это все необходимо будет учитывать при выборе способов ухода. Теперь давайте разберемся, что же такое время возобновления вегетации, на что оно влияет. Что такое время возобновления вегетации? Переход температуры плюс 5. Еще какие варианты есть? Плюс 5. Время возобновления вегетации – это не переход температуры через плюс 5 или через плюс 10. Это тот момент, когда у пшеницы или у ячменя Азимова начинает образовываться новая ткань. Будь то листовая поверхность отрастает, или корневая система появляется, новые корешки. Если образование новой ткани произошло после перехода температуры через 0 устойчивого перехода, это будет устойчивое возобновление вегетации. Если ткань образовалась до устойчивого перехода через 0, то есть была допустимой теперь зимой, а потом температура опять опустилась, это будет временное возобновление вегетации. Если мы посмотрим на карту Украины То по линии Ужгород-Симферополь В среднем возобновление вегетации у нас начинается 15 марта По линии Ивано-Франковска-Десса-Керчь 20 марта По линии Львов-Никополь-Камыш-Заря 25 марта По линии Киев-Харьков 31 марта И по линии Чернигов-Сумы 5 апреля Это средне-многолетнее время возобновления вегетации Если вегетация возобновилась на 5 дней раньше этого срока Это будет раннее возобновление вегетации Если на 5 дней позже Это будет позднее возобновление вегетации Теперь давайте рассмотрим на что же влияет время возобновления вегетации Еще хочу сказать 20 дней весна движется с юга на север Но даже в одной точке бывает очень большая разница Допустим в Харькове самое раннее возобновление было 10.02.2002 года Позднее возобновление было 17.04.2003 года То есть 2 месяца в разнице На что это влияет В первую очередь На световой режим При раннем возобновлении вегетации В спектре солнечного света преобладают красные и инфракрасные лучи Это активизирует в растениях ростовые процессы То есть синтез углеводов У нас интенсивно нарастает вегетативная масса Растения хорошо пустятся, хорошо отрастают И даже посевы сильно поврежденные морозами В годы с ранним возобновлением вегетации Быстро восстанавливаются и дают хороший урожай В годы с ранним возобновлением вегетации Рост растений происходит очень часто за счет вытягивания клеток А не за счет деления Поэтому в годы с ранним возобновлением вегетации Мы часто сталкиваемся с таким явлением, как полегание посевов В годы с поздним возобновлением вегетации В спектре солнечного света преобладают синие и фиолетовые лучи. Это актеризирует у растений синтез белков. Однако масса витативная нарастает очень слабо. Пшеница как бы сидит на месте. Сорняки очень быстро ее догоняют и обгоняют. В годы, тоже посмотрите, во время уборки, ну практически соломы на поле нет. Очень слабое развитие витативной массы. В годы с поздним возобновлением вегетации практически всегда отсутствует полигание посевов. Но зато всегда формируется зерно высокого качества. Также время возобновления вегетации очень сильно влияет на температурный режим, при котором развиваются наши посевы. Оптимальной температурой для развития озимой пшеницы в первые 40 дней после начала возобновления вегетации является температура 5-6 градусов. Среднесуточная температура. Если в первые 40 дней среднесуточная температура 10 градусов, это уже стресс для растений. И если температура будет 12-16 градусов в первые 40 дней от начала возобновления вегетации, это может привести к гибели растений. Если помните, в 2003 год, кроме корки, было позднее возобновление вегетации, растения пшеницы вышли вроде бы зеленые, резко поднялась температура, и мы отмечали выпадение пшеницы массовое, то есть она погибала. Именно от стресса температурного. Если посмотреть на зависимость времени возобновления, количество дней с температурой до перехода через плюс 10 от времени возобновления вегетации, то мы увидим, что чем раньше начинается вегетация, тем больше дней до перехода через плюс 10. То есть тем дольше пшеница развивается при благоприятных температурах. Тем интенсивнее нарастает вегетативная масса, идут процессы пущения, в конечном итоге формируется больше урожай. Очень важный вопрос пересева. Часто мы с этим сталкиваемся. Пересевать посевы или не пересевать? Если у нас раннее возобновление вегетации, допустим 15 марта, то мы можем оставлять растения, не распустившиеся, у которых густота 2 миллиона и выше. И они дадут пристойный урожай. Если у нас позднее возобновление вегетации, то даже посевы с густотой порядка 4 миллионов, стоит подумать, оставлять их или не оставлять. Они будут давать низкий урожай. Все помним прошлый год, вегетация началась в Днепропетровской области на юге, где-то числа, наверное, 25 февраля, на севере 1 марта. И были такие посевы, которые взошли в феврале, но весна была ранняя, и удалось даже на таких посевах получить довольно высокий урожай. Как же зависит стратегия подкормок от времени возобновления вегетации? Если у нас раннее возобновление вегетации, то на хорошо развитых, на хорошо распустившихся посевах норму азотных удобрений, расчетную, мы можем уменьшить на 20%. При этом урожайность у нас не снизится. Если мы оставим расчетную норму, такую, как мы планировали, мы просто получим на 20% больше урожая. В годы с поздним возобновлением вегетации, независимо от состояния посевов, нам необходимо расчетную норму внесения азотных удобрений увеличить на 30%. Потому что в годы с поздним возобновлением вегетации у растений пшеницы не будет нормального времени, промежутка времени. Для развития корневой системы растения будут ослаблены, и поэтому нужно будет усиленное азотное питание. Как разбить подкормки нам? В зависимости от состояния посевов и времени возобновления вегетации. Если у нас пшеница ушла в зиму в состоянии одного-трех листьев, то при раннем возобновлении вегетации первую подкормку целесообразно положить 30% от общей нормы. Во вторую подкормку 70%. Если среднее возобновление вегетации, среднем многолетней, 70 на 30, если позднее, то весь азот вносим в первую ранневесеннюю подкормку. Если растения хорошо развитое ушли в зиму, то при раннем возобновлении вегетации на таких посевах первую подкормку в потоломерзлой почве можно не проводить, а всю норму внести во вторую подкормку, которую сделать либо кассом, либо селками, у кого какая есть возможность. Если у нас позднее возобновление вегетации, то даже хорошо развитые посевы мы кормим одноразово, и всю норму азотных удобрений даем как можно раньше, при этом увеличиваем ее в 30%. Какие удобрения лучше использовать для каких подкормок? Если это первая подкормка по таломерзлой почве, либо при помощи авиации, то есть первая подкормка нужна слабым растениям в первую очередь, ее лучше проводить аммиачной селитрой. Вторую подкормку, которую мы делаем, либо кассом, либо вносим в почву касс депортами, либо вносим в селками. Тут можно использовать либо касс, либо карбамид, либо аммиачную селитру. Почему нежелательно касс и карбамид использовать в первую подкормку на слабых посевах? Если мы возьмем состав касса, то в нем 44% аммиачной селитры, 35% карбамида, 0,5% аммиачной воды и 19% воды. То есть в кассе половина азота будет в нитратной и аммонийной форме, а половина азота в аммидной форме. Нитратная и аммонийная формы будут доступны сразу растениям. А аммонийной форме, для того, чтобы растения ее поглотили, необходимо пройти определенные превращения в почву. Образуется сначала улекислый аммоний, и который потом постепенно нитрифицируется. И скорость нитрификации очень сильно зависит от температуры почвы. Если температура почвы у нас 5 градусов, 42 дня идет процесс нитрификации. Если температура почвы 20 градусов, всего 7 дней. Поэтому для слабых посевов, которым азот нужен сейчас, быстро, первую подкормку лучше всего делать аммиачной селитрой. Там азот доступен сразу растениям. Но из-за аммиачной селитры его больше испаряются? Он никуда не испаряется. Нитратная форма растворяется быстро, попадает в почву. Аммонийная форма точно так же растворяется, но закрепляется почвой. Селитра не испаряется. Испаряться может аммиак из углекислого аммония. Вот если вы бросили карбамид сверху и не заделали в почву, образуется углекислая аммония, аммиак улетает. В каком случае? Селитра такого нет? Селитра нет. Таким образом, при раннем возобновлении вегетации, если мы возьмем вот эти типы посевов, о которых мы говорим, то есть хорошо развитые, значит, второй тип, которые там вышли в зиму, имея 1-3 листочка, смешанные посевы, то, что даже не взошло, то есть мы их кормим как? На хорошо развитых, первую подкормку не проводим, весь азот во вторую подкормку. На посевах, которые ушли не распустившиеся, первая подкормка 30 кг ДВ, вторая 60-80, в зависимости от планируемого урожая. На смешанных посевах первая подкормка 30-40 кг, вторая 50-60. И на тех посевах, которые не взошли с осени, все вносим в первую подкормку как можно раньше. Если у нас позднее возобновление будет вегетации, то на вот этих посевах, которые не взошли у нас с осени, можно сразу поставить крест и их пересевать, а то ведь пересеву. Над смешанными посевами нужно будет хорошо подумать, какая там густота у нас побегов. Если там будет больше 5 миллионов побегов, можно их оставить. Остальные посевы кормим за один раз, при этом норму азота увеличиваем на 30%. Пасха никоим образом не связана с временем подготовления вегетации. Вообще, в прошлом году Пасха была 1 мая, а вегетация возобновилась 1 марта. Никак не связана. Я не могу сказать, я не шаман, не могу сформулировать времени возобновления. При раннем возобновлении вегетации основная оплата будет исходить от болезни. Почему? Интенсивное нарастание вегетативной массы, как правило, ранняя весна, она холодная, дождливая, идеальные условия для развития заболеваний. На втором месте по степени вредоносности будут зимующие сорняки. Именно зимующие, не яровые. Потому что при раннем возобновлении пшеница очень хорошо пустится, наращивает массу, яровые сорняки она подавит сама. А вот зимующие, это будет проблемой. Они тоже хорошо развиваются при раннем возобновлении вегетации. И на третьем месте будут вредители по вредоносности. Соответственно, и защиту мы должны строить при раннем возобновлении, отталкиваясь от фунгицидов. Оптимальное время внесения фунгицидов 32-я фаза, второе международное, 39-я флаговый лист и 65-я середина цветения. Почему именно эти фазы? У пшеницы 22% дает колос урожая, 43% флаговый лист, 23% первый подфлаговый и 7% второй подфлаговый лист. Работая в 32-ю фазу, мы защищаем второй подфлаговый лист. Работая в 39-ю фазу, мы защищаем флаговый, первый подфлаговый. И работая в 65-ю, мы защищаем колос. Иногда необходимо внесение, раннее внесение, 25-ю фазу, то есть фазу весеннего опущения. Когда это нужно? В двух случаях. Если у нас есть интенсивное поражение мучнистой росой, в таком случае необходимо как можно раньше внести фунгицид. Либо у нас есть снежная плесень. Вот в этом году, я думаю, будет снежной плесени очень много. Снег упал на незамерзшую землю, снег лежит. Оптимальная температура для развития снежной плесени. Об этом Александр Юрьевич говорил. То есть в таком случае нам нужно вот внести 25-ю фазу будет. Об этом я тоже остановлю чуть позже. Потом грибициды распределяем. При раннем возобновлении на слабо развитых посевах нужно внести как можно раньше, на хорошо развитых можно внести позже. То есть под 25-й, до 32-й фазы надо внести грибициды. Обязательно при раннем возобновлении планируйте внесение регуляторов роста. Это, как правило, 32-я фаза, 2-я междуузли, если мы имеем в виду ЦРОМ, и 39-я фаза. Если вдруг подходит 32-я фаза, 30-я фаза, и температуры у нас низкие, ниже там 15 градусов, ЦРОМ работать не будет. В таком случае лучше в 30-ю фазу внести хлормиквадклорид. Но сделать это нужно обязательно. А ЦРОМ нам сработать уже по флаговому листу в 39-ю фазу. Ниже какой температуры? Ниже в 11-ю. И в последнюю очередь планируем внесение инсектицидов. 32-я фаза. Здесь боремся с эмагоглопа, который выходит из мест зимовки в этот момент. И 65-я, 70-я фаза, то есть середина цветения, после цветения боремся с личинкой пшеничного трипса и с личинкой пшеничного трипса. И с личинкой пшеничного трипса. Таким образом у нас вырисовывается следующее количество обработок. Нулевая обработка при необходимости это раннее внесение фунгицидов и раннее внесение гербицидов на нераспустившихся посевах. Первая обработка. По второму междоузлю. Фунгицид, гербицид, регулятор роста, инсектицид. Обработка по флаговому листу. Фунгицид, регулятор роста. И обработка по колосу. Фунгицид и инсектицид. И вот схемы уже с конкретными продуктами. В зависимости от типа посевов при раннем возобновлении вегетации. На самых развитых посевах нулевая обработка, та, которая на ранних этапах. Если у нас мучнистая роса, дорозал пол-литра, плюс продукты на основе пропеназита 150 грамм на гектар. Если снежная плесень, дорозал пол-литра, и можно добавить Мэдисон, где-то грамм 800, или добавить пол-литра Тилмора. Обработка по второму междоузлию. Фунгицид Солигор, гербицид Капуэра Смиро, регулятор роста Цирон и конект инсектицид. По флаговому листу Мэдисон. И по Колосу, Тилмор и Коннекту. Аналогично строятся системы по другим типам посевов. Единственное, что хочу сказать, на слабых посевах, скорее всего, первая обработка не понадобится, нулевая, так называемая. То есть там развития мучнистой росы, скорее всего, не будет. Там не будет благоприятного микроклимата. Здесь первую обработку можно провести по второму, то есть по кущению фальконом, по концу кущения, начало выхода в трубку. И здесь лучше использовать градил вместо Капуэра, потому что растения слабые, у градила есть пролонгированное почвенное действие, он будет дольше защищать от сорняков. Многие, несколько слов хочу сказать о Мэдисоне, многие боятся применять препараты, которые содержат строгалурины, их настращали, что там в случае засушливых условий строгалурины будут снижать урожайность и так далее и тому подобное. Ну, нигде в иностранной литературе я такого не встречал, скажу честно. Но даже если есть такие опасения, посмотрите в Мэдисоне, содержание строгалурина наименьшее из всех конкурентных продуктов. То есть можете смело вносить и не бояться. А зима и ячми, это немножко по-другому. У Азима и ячминя 13%, холос дает урожае. Флаговый лист всего 5-9%. Основное это подфлаговый лист от 20 до 40% урожая. И подфлаговый лист первый, вернее, второй подфлаговый лист, то есть 10-15% урожая. И здесь нам нужна первая обработка на стадии от 30-й до 32-й. И вторая обработка в зависимости от условий года, либо на стадии 39, то есть когда появляется у нас флаговый лист, либо на стадии 49, когда начинает выходить колос. В зависимости от того, как у нас выпадают осадки. Если осадки выпадают позже, то лучше оттянуться второй обработкой. И, соответственно, распределяем точно так же кондициды на азимовом ячмене. То есть первая обработка 29-32, вторая 39-49 стадия. Гербициды, регуляторы роста и инсектициды. И получаем три основных обработки. И вот типовые схемы для раннего возобновления вегетации на азимовом ячмене. Первая обработка Aviator X-Pro 04, Gradil Maxi 01, Connect 05, CRO 075. Вторая обработка, которая идет у нас либо по флаговому листу, либо по началу выхода колоса. Aviator 04, CRO 075. И третья обработка инсектициды 10C+. На ячмене у нас в основном как бы грядит жукуська, тут достаточно будет перетвориться. Не обязательно системные продукты. Если у нас позднее возобновление вегетации, основную опасность в посевах будут представлять зимующие яровые сорняки. Пшеница очень медленно растет при позднем возобновлении вегетации и будет испытывать существенный прессинг от сорняков. На втором месте по опасности будут вредители. Потому что в годы с поздним возобновлением вегетации очень слабая компенсационная способность у растений. И любые повреждения растения переносят очень болезненно. И на третьем месте по вредоносности при позднем возобновлении вегетации будут болезни. Потому что температура будет нарастать индустрина, элитативная масса развивается слабо, посевы хорошо продуваются, микроклимат для болезней будет неблагоприятной. И защиту при позднем возобновлении вегетации мы строим, отталкиваясь в первую очередь от гербицидов. При позднем возобновлении вегетации лучше гербициды внести как можно раньше в стадию весеннего опущения для того, чтобы сразу подавить сорняки. Затем инсектициды распределяем. И в годы с поздним возобновлением вегетации очень часто бывает необходимость еще в одной инсектицидной обработке, которая проводится в 39-ю фазу, когда у нас появился флаговый лист, начинает выходить колос и магатрипса сосредоточивая на флаговом листе, они ждут выхода колоса, чтобы сосредоточить колос и положить туда яйца. Фунгициды. В основном это 32-я, 39-я фаза, при необходимости 65-я колос. И регуляторы роста при позднем возобновлении вегетации планируем только на тех посевах, которые дадут урожай выше 5 тонн. При позднем возобновлении вегетации до 5 тонн пшеница не ляжет. И таким образом получаем три основных обработки. Первая. гербицид, инсектицид, фунгицид, регулятор роста. Вторая. Инсектицид, фунгицид. И третья. Инсектицид, фунгицид. И вот типовые схемы. На хорошо развитых посевах используем Солигор, Капуэро, Смиро, Коннект, Церон 07. Во вторую обработку по флаговому листу Мэдисон, плюс 10-цеплюкс для борьбы с имагой трипса. И третья обработка стандартная, при необходимости, Тилмор, плюс Коннект. На слабо развитых посевах меня им Капуэро наградил, потому что здесь нам нужна длительная защита от сорняков. Эффективная. Вторая обработка остается, ставим Солигор, плюс 10-цеплюкс, и третья Солигор, Коннект. И на самых слабых посевах, значит, скорее всего, в первой фунгицидной обработке необходимости не будет. Здесь лучше обработку перенести и сделать ее по флаговому листу. То есть, Фалькон 06 плюс 10-цеплюкс 0,4 литра. И, при необходимости, в зависимости от погодных условий по холоду сработает Солигор плюс Коннект. И, озимый ячмень при постном возобновлении вегетации. Точно так же отталкиваемся от гербицидов, как можно раньше необходимо их нести. Инсектициды, регуляторы роста, влаговый лист, начало выхода колоса, один раз работаем при позднем возобновлении. и фунгициды. 30-я, 32-я фаза, то есть, начало выхода в трубку и вторая, появление флагового листа, начало выхода колоса. И три основных обработки. И вот типовые схемы при позднем возобновлении вегетации на озимом ячменье. То есть, авиатор, ну, они, в принципе, мало чем отличаются. Единственное, что хочу сказать, на слабых посевах целесообразнее будет авиатор ввести один раз в фазу третьего междоузля начала выхода влагового листа с нормой 0,6 литра. Это экономически будет более эффективно, чем разрывать нам газа по 2,4. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Против падалец ими солнечника можно использовать капоэру. Есть только одна особенность. Значит, падалец ими подсолнечника она устойчива к гербицидам в фазе семидолей и в фазе первой пары листьев настоящих. То есть, надо дождаться выхода второй пары. И тогда эффективность при внесении капоэра будет 90%. ваше отношение к микроудобрениям, так называемым. Вернее, не микроудобрениям, а регулятор роста, стимуляторы всякие. Я химик, материалист, поэтому я верю. Материальные вещи. А то, что там молекулы возбуждаются, они там перестраиваются, влияют. Микроудобрения. Тут существуют определенные противоречия. Лучше всего, как я говорил, сделать анализ почвы и понимать, чего почве не хватает, чтобы туда потом внести. Часто мы пытаемся микроудобрения засунуть через лист. Человека к листу тоже можно накормить, теоретически. Но практически мы кушаем через рот. Когда мы вносим микроудобрения через лист, мы пытаемся внести липофобную удобрения, они плохо проникают через жирный слой восковой. Нам надо его растворить, нам надо догнать в стресс растения, чтобы засунуть туда эти микроудобрения. Поэтому лучше всего микроудобрения вносить либо при обработке семян добавлять, которых не хватает для микроэлементов, либо как-то вносить почву, используя, допустим, макроудобрения, которые содержат необходимый микроэлемент. Сейчас есть такие. Первое. Нужно сделать анализ почвы и понимать, нужно это или не нужно. Давайте из этого исходить. Уважаемые коллеги, у нас еще одна презентация, после которой мы сделаем небольшой перерыв. отец. Продолжение следует...